Привет, меня зовут Настя. Сегодня я раскрою секреты красной помады. Первое, с чего нужно начать, это определить свой цветотип. Для этого сделаем эксперимент. Возьмем фольгу с золотистой и серебристой поверхностью, приложим ее к лицу и определим, какой же мы цветотип. Если на фоне золотистой стороны твоя кожа выглядит в гармонии, нет следов усталости и нет невидные синячки под глазами, значит ты теплый цветотип. Если серебристая сторона фольги подчеркивает твою свежесть и ты не выглядишь уставшей, значит ты холодный цветотип. Если тебе подходит и золотистая и серебристая сторона фольги, я тебя поздравляю, ты смешанный цветотип и тебе подойдет абсолютно любой оттенок красной помады. Мы возьмем красной помады и найдем ее скрытый оттенок. Для этого нам нужен белый лист бумаги и наши красные помады. Каждой красной помадой мы сделаем линию на белом фоне. Белый фон листа откроет нам скрытый оттенок помады. Если ты холодный цветотип, значит тебе подойдет помада классического красного оттенка или с холодным розовым скрытым оттенком. Если ты теплый цветотип, тебе подойдет помада теплых терракотовых оттенков, также оранж и классический красный. Перед тем, как нанести красную помаду, я создам идеальный тон лица. Для этого от центра к периферии я наношу тональную основу. Далее подчеркнем брови. Я беру карандаш для бровей, с помощью щеточки делаю направление роста волосков и заполняю все пустоты в брови, делая ее выразительнее. А еще нужно подчеркнуть скулы. С помощью кисточки и более темного оттенка скульптуры для лица я выделяю скулы. Таким образом рельеф лица становится более выразительным. Для того, чтобы красная помада была более стойкой и очень красиво выглядела на нашем лице, нужно сделать подготовку губ. В этом нам поможет корректор, который мы нанесем на поверхность контура губ и сделаем растушевку вовнутрь губы и за контур. Это сделает не только стойкость, но еще и безопасность при нанесении красной помады. И пальчиком делаем распределение корректора по губам. Мой оттенок красной помады идеально выбран. Осталось только его нанести. Для симметрии я нанесу красную помаду, начиная с центра. Для более матового эффекта я промокну губы салфеткой. Белизна зубов – признак правильно подобранной красной помады. Красная помада must-have в косметичке любой женщины. С красной помадой любой макияж выглядит праздничным и не займет много вашего времени. А это полезный совет для современных мам. У меня есть еще много секретов макияжа, и я раскрою их в следующих выпусках.